Где вы еще вот такой... Ой, как в каком-то странном месте я его держу, ну да ладно... Ииии всем привет дорогие друзья, с вами Ставакейн и сегодня мы вместе с вами сломаем Майнкрафт. Прямо возьмем и реально сломаем. Мы находимся на карте под названием Breaking Minecraft, ну или ломаем Майнкрафт, если по-русски. И нас ждет небольшое приключение, где мы увидим что-то, что просто не поместится в нашей квадратной Майнкрафтовской голове, потому что это будет что-то необычное, невиданное раньше в Майнкрафте, что-то, что пойдет против правил. И мы попробуем сегодня реально сломать Майнкрафт, посмотрим как это выглядит по сюжету этой карты. Ну и что ж, начинаем мы вот в этой непонятной комнате, которая похожа на психушку, конечно же друзья, психушку. Ну куда еще Кейну дорога светит, конечно же психушку. На самом деле нет, ребята, я очень нормальный человек, поэтому да, здесь есть кнопка, рычаг, что-то. О, окей, как-то странно, сначала не нажалось. Привет Кейн, ага, тебе нужно найти control room сектор 4, то есть не нужно найти какую-то комнату управления сектор 4. Это мое задание, это, ага, то есть, ага, это как моя работа, типа я, я работаю здесь, или я кто? Комната 402, ага, хорошо. Так, моя комната была 402. Ага, ребята, я подопытный, на мне ставят какие-то эксперименты, то есть я объект каких-то тестов и... Ага, living quarters? Не понимаю, хорошо, а, я, ага, хорошо, здесь 4 человека должно жить со мной, ладно, я понимаю. Знаете, что меня больше всего прикалывает? То, что я слышу овцу, друзья. Я не знаю, слышите ли вы овцу или нет, вы все зеленое теперь. Но здесь реально где-то поблизости овца. И она жует траву, она, ну-ка. Слушайте, друзья, я не сумасшедший. Так, все, давайте уже пойдем по сюжету и, наконец-то, посмотрим, что нас здесь ждет. 401-я комната точно такая же, то есть, здесь все комнаты одинаковые, кроме вот этой. Вот она, вот она овца. И здесь просто забыли стену поставить. Странно немножко, ну да ладно, хорошо. Ничего страшного. Ну, а пока что единственное необычное, то, что я вижу здесь, это, ну, как бы вот эти вот, вот эти вот, как бы стекла, или я не знаю, что это такое. Ну, черно-зеленый, черно-желтые. И вот эти таблички. Ну, в принципе, ничего такого супер необычного. Это лама. Мы не знаем, что это за штука. А, ну да, она, типа, она вся черная, ее, типа, не видно. Хорошо, это у нас кон... Окей. Control Room. Ага. Какой-то, короче, ожидает какого-то, какой-то доставки, или какого-то... А, сбора, так сказать. Сбора чего-то, так, хорошо. Эй. Это у нас Handzoid. А, Mapmaker. Это тот, кто создал эту карту. Хорошо. Тут такой сложный, детальный английский, что его немножко сложно переводить, но я вам, как бы, дословно буду переводить, как я это понимаю. Хорошо. Так. Эссенция превращается, сплавляется в ход времени. Вот вы видите, очень сложно, друзья. Хорошо. Ээээ. Ага. Короче, первое то, что нам нужно, это получить какой-то Power Tool, то есть какой-то инструмент. Хорошо. Поэтому, я так понимаю, нам нужно идти туда, потому что других... Хотя, кстати, мы не кликали еще на все. Ну, да ладно. То есть, это, понимаете, нам сюда, потому что, вроде бы, дверь открылась. Это у нас четвертый коридор. Эээм. Угу. Ага. С центральным управлением он нас коннектит, так сказать. Вау. Хо. Нифига себе. Я такого не ожидал. Я думал, здесь будет все-таки лабораторное и все-таки квадратное. Смотрите, какой-то аж целый зал красивый. Ладно. Хорошо. Off limits. Ага. Без лимитов. Ну, или вне лимитов. Лучше так перевести. Кстати, ребята. Те, кто все ждут и ждут и ждут и не могут дождаться 500-й части обзоров модов, она уже выйдет буквально на днях. Совсем несколько дней осталось. Ребята, ожидите, скоро будет. Ну, а мы продолжаем. Материя плюс энергия. Ага. Короче, тут какой-то storage room. То есть, склад какой-то материи. Окей. Мы понимаем. У-у-у. Интересно. Ага. Ага. Здесь у нас, короче, находится, так сказать, неважно что. Daily code has been updated. Ага. Дневной код был обновлен. Чтобы, я так понимаю, войти в эту дверь. У них какой-то дневной код есть. Нифига себе замудрененная мапа какая. Ну, да ладно. Хорошо. Sensitive machinery. Ага. Короче, какая-то там, это, механизмы там всякие. Там, типа, они какие-то очень... Ладно, неважно. Compression room. Ага. Оперировать с очень большой... С экстремальной осторожностью. Ага. Это у нас комната с инструментами. На данный момент держит удалятель материи. Удалятель материи? Это тоже... Dispenser. Вау, вау, вау. Да-да-да. Это реально удаля... Это matter remover. Это штука... Как-то извлекатель материи. Я бы лучше это так перевел. Так, хорошо. Что мне написали в чате? Отлично. Excellent. Пожалуйста, иди. Matter storage in sector 2. Ага, мне нужно идти в склад материи в секторе 2. Что вообще происходит на этой карте? Ничего не понимаю, но это так интересно. Хорошо. Сектор 2. Мне нужно какую-то материю так взять и так... Хопа! Схватить и убежать, наверное. Так, о, сектор 2 открылся. Материя и энергия. Это у нас, так сказать, склад. Окей. Энергия у нас пока еще недоступна. Материя. Туп... Ладно. Трубки. Ну, или, короче, специальные склянки с материи. Еще не были, так сказать, опустошенные. Боже мой. Хорошо. Оу! Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так, что происходит? Так, я только что получил материю. Пожалуйста, отнеси ее в compression room sector 1. Ага, то есть нам нужно ее в compression room отнести. Что за синие шняги вылезли? Ладно, неважно. Хорошо, идем в... в... в сектор 1? Стоп, блин, сектор 1, да? В сектор 1, я так понимаю, сектор 1 у нас прямо здесь. А что мы взяли? Stone pressure plate. Окей, хорошо, это нам, походу, не очень таки нужно. Так, ну, материя у нас как бы есть, да? Все хорошо? Все есть? Все внутри? Ну, ладно. Так, и вроде бы нам нужно как раз-таки в следующую комнату. Это у нас compression room. Хорошо. Place one stack of mana-throw which collected. Так, стоп, а где? А, я так что понял. Я так что понял кое-что, друзья. Я так что понял, друзья. Я так что много чего понял. Нам нужно собрать эту синюю штуку, потому что это материя, друзья, посмотри. Это материя. Отлично. Собираем. Я так понимаю, каждая из этих штук включает в себе целый стакт материи. Я надеюсь, что я правильно говорил материя и matter по-другому не переводится, но неважно, друзья, это мой язык, это канал Кейна. Добро пожаловать. Здравствуйте. Да, я ведущий этого шоу. Мы здесь занимаемся всякими странными штуками. Ну да ладно, продолжаем собирать материю. На самом деле, дофига материи нужно собирать. И меня немножко напрягают вот эти вот бестекстурные частицы, которые вылетают. То есть фиолетово-черные. Но, в принципе, на самом деле меня это не так уж и волнует, но автор. Мы же ломаем Майнкрафт. Хотя, да, мы же ломаем Майнкрафт. Майнкрафт сломан, друзья. Хорошо. У нас есть один стак. То есть тут есть ровно два стака. Хорошо, я понял. Я понял. И эти два стака нам нужно будет разложить в какой-то контейнер специальный для материи, чтобы был произведен... произведена компрессия этой материи. Что? Голова, короче, полностью взрывается. Ну да ладно. Мы разберемся, друзья. Мы же умные. Ребята, лайк. А, нет, точнее, плюсик в чате, если... если мы все умные, друзья, мы крутые. Армия кейнов, ребята. Скоро будет мерч. На самом деле нет. На самом деле нет, друзья. Какой еще мерч, друзья? Мы здесь делаем видосы и фанимся. И получаем удовольствие. Мерч... нет. Ладно, что ж, друзья, мы собрали наконец-то всю эту материю, пока мы разговаривали про мерч. И теперь мы относим эту материю в сектор 1, где мы ее разложим в контейнер, где произойдет компрессия. Вау. Так, стоп. Открылась следующая комната. Ну, нам, походу, еще пока рано сюда, потому что нужно разложить материю. Сколько контейнеров? Да контейнеров-то... два? А. Стоп. Сюда? А это сюда? Ээээ... так... Хорошо, хорошо пошло. Что-то... о. компрессируем. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Что это? Компрессированная материя. Окей, хорошо. Эээ... тебе нужно идти в access room. Ну, понятно, access room у нас. То есть, комната доступа у нас прямо здесь. Чтобы тебе... з... чтобы тебе войти в внутреннюю зону... Боже мой. Что происходит? Тебе нужен в дневной код доступа. Понятно. Мы уже это увидели. Подсказка для этого кода может быть найдена внутри комнаты. Так же, как и материалы. Короче, ничего не понятно, но понятно, что нужно идти сюда. Здесь room number. Ой, а так и должно быть. Стоп, погоди. На всякий случай проверю. У меня не какой-то ресурспак. Вот, например, эскалейтор. Я думал, что он не включен. На всякий случай. Так, что у нас здесь? Чего? Нам нужно как-то добыть код. Бумага. Бумага. Ага. Нужно бумагу, короче, это. Нужно бумагу переименовать во что-то. Daily Pascade. Room number of unknown entity. Ага. Чего? Может, это сюда? Э? Ха. Что? Так. Еще бумагу? Отлично. Еще. А, стоп. Ну, окей. Хорошо, мы получаем бумагу и опыт. Мы получаем бумагу и опыт. Хорошо, хорошо. Давайте логически думаем, думаем, думаем. Значит, опыт мы используем в наковальне. У нас есть бумага, которая обычно в картах ее во что-то переименовывают. Хорошо. У нас есть также задача найти какой-то код. И у нас есть бумага. Значит, на этой бумаге как-то нужно написать код для того, чтобы потом этот код где-то сработал. Нам нужно найти сам код. Где его найти? Вот она задача. Ладно. Что у нас здесь? Все закрыто. Experimental Area. Нам еще пока сюда рано. У нас есть две... Но погодите, но здесь же есть воронка. По-любому это сюда. Нет? Надо ли мне это с собой нести или не надо? Или стоп, погодите. Или мне нужно положить это сюда, это сюда. И перемен... Я откуда знаю? Стоп, погодите. Может, я что-то пропустил. Good Recompressor. А. And Locate. Так. Хорошо. Мне написали. Отлично. Возьми... Компресси... Короче, эту материю, которых у нас сейчас две штуки. И найди Access Room. Мы его нашли. Мы здесь. Чтобы войти во внутреннюю зону, тебе нужен код. Короче, подсказка. Может быть. Подсказка коду может быть найдена в комнате. Ага. так 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 хорошо подсказка может быть найдено в комнате думаем-думаем друзья подсказка может быть найдено в комнате но в комнате там малыш вообще стопать я может бумагу сюда может вообще вот не это странно это странно это странно подсказка в комнате у нас есть табличка может быть здесь должно быть что-то написано и и room number of known entity то есть номер комнаты неизвестного объекта а вот это же типа не это вот это вот нбсп что это теперь не прогруженные символы может у меня не что-то не отображается у меня может быть что-то пошло не так ребята ладно стоп погодите прежде чем мы будем паниковать и кричать как я обычно люблю делать давайте еще раз все осмотрим возможно возможно что-то мы пропустили что-то мы не взяли мы сейчас вернемся назад на всякий случай вдруг у нас есть также нажимная плита которая нам далась но вдруг она вдруг нам автор ее дал не просто так вдруг он ну она для чего-то нам в итоге понадобится так хорошо нету здесь никаких подсказок ну ладно вернемся быстренько быстренько вернемся но и не думаю что не думаю что мы тут найдем какую-то подсказку это самое начальное лобби может быть что-то тут мы пропустили в этой комнате я не знаю друзья но они 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 возвращаемся думаем друзья хорошо у нас есть символы странно потому что если бы если там реально были номера и они не отображались это странно потому что мира в принципе отображаются на этих табличках это видно здесь окей окей возвращаемся думаем думаем друзья у меня мозг размером с бейсбольный стадион хорошо access room так новый год был обновлен так ладно ребят я все понял там же все русским язык ну английским но все же было понятно там было написано вверху дневной код и внизу было написано код от комнаты неизвестного объекта неизвестный объект спасибо что-то не ответил погодите все друзья номер 407 номер 407 точно еще раз все проверим что погоди что-то адек а я-то думал здесь не прогрузилась или не достроили стену на самом деле то здесь все имеет свое объяснение хорошо все 407 код все запомнили друзья я просто извиняюсь перед всеми я затупил ну да ладно хорошо теперь мы идем сюда берем бумажку переименовываем ее в 407 407 берем ее и кладем ее вот сюда боже мой я просто человек человек друзья ну да я мог бы додуматься конечно немножко раньше на самом деле это было написано прямо здесь а я какие-то там детальки извлекатель материи а нет извлекатель энергии простите меня ага может ломать блок угля точнее угольную руду но и паху что это такое но это выглядит круто окей please take energy extractor пожалуйста отнеси экстрактор энергии и используй его в energy heal в секторе 2 ребятушки мои мне кажется это самое время остановить выпуск прямо здесь мне пока что очень нравится эта карта и мало чего понимаю но выглядит это все эпично интересно что-то новое мы делаем где вы еще вот такой ой как в каком-то странном месте я его держу но да ладно давайте не будем на это смотреть друзья да давайте пока что выпуск здесь остановим если вам понравилось если вам реально интересно что будет дальше можете поддержать лайк и написать какой-нибудь дикий комментарий там плюсик или ну я буду лайкать комменты короче я буду читать комменты лайкать поэтому давайте дерзайте что-нибудь мне напишите там интересного ну а продолжим в следующем выпуске так что ставьте лайк и подписывайтесь на канал оставляйте комментарии жмите на колокольчик а с вами был кейн экстрактор и до новых встреч так и и находимся в следующем